Здравствуйте! Сегодня Покров Пресвятой Богородицы, Великий Православный Праздник. В чем его особенности, на вопрос ответит Игумен Алипий, настоятель Свято-Пантелеимовского архиерейского подворья города Ульяновска. Когда природа, как говорит поэт, увядает, когда на дворе стоит осень, то один из самых красочных и главных праздников, который христианская церковь предлагает для празднования своим верующим, это празднование Покрова Божьей Матери. Праздник, который празднуется 14 октября по новому стилю, а по старому стилю, по иллюянскому календарю, этот праздник празднуется 1 октября. Надо сказать, что это русский праздник, это праздник русской православной церкви. Он есть и в греческой церковной традиции, но появился в ней очень поздно, лишь в 18-19 веке, под влиянием нашей страны, под влиянием верующих, приходивших в пределы греческой церкви из нашей страны. Этот праздник был некогда установлен по преданию одним из русских князей, великим князем Андреем Боголюбским. И предание повествует нам, что праздник был установлен во знаменовании победы князя Андрея над войском волжских булгар, благодаря которому удалось оградить восточные пределы тогдашнего российского государства от набегов сопредельных племен. И вот этот праздник, он пронесен русской православной церкви через столетия, веселит наше русское сердце. Смысл его в том, что Божья Матерь, изображаемая на иконах в храме, окруженной молящимися и святыми, простирает над ними свой покров. Покров не вещественный, не головной, не это красивое покрывало, которое носили женщины древности. Она покрывает нас духовным покровом. Основанием для непосредственно исторического объяснения события, послужившего прототимптом праздника, является событие, происшедшее некогда при византийском императоре Льве VI Премудром, когда блаженный Андрей Юродивый, проживавший в городе Константинополе, посетив храм, в котором он очень часто оставался даже ночевать, однажды во время богослужения увидел, что Божья Матерь грядет по храму над головой молящихся, окруженной святыми, и, дойдя до царских врат, она, вернувшись, Божья Матерь распростерла над молящимися свой покров, блестающий якомолния. И до тех пор, пока люди молились, она оставалась видна, и оставался видим покров ее. И когда же, когда Божья Матерь исчезла из виду, тем не менее благодать, разлитая в воздухе, ощущала всеми молящимися. Вот этот эпизод изображается на иконах, где вы можете увидеть и Богородицу, простирающую над молящимися свой честный амафор, вы можете увидеть под нею прославляющего диакона Романа Сладкопевца, человека, который написал величайшие произведения христианской гимнографии, которые сейчас употребляются до сих пор, через 1500 лет. И каждый раз, когда вы празднуете покров, вы вспоминаете, Божья Матерь не где-то там далеко, она непосредственно сейчас с вами, она свой покров, чуть дотворный, простирает над вами в любом момент вашей жизни, то стоит только обратиться к ней. Если только вы обратитесь к Божьей Матери, она непосредственно ответит вам. Просите, обращайтесь и получите исконное. Редактор субтитров А.Семкин